Всем привет! Данное видео будет на тему прекращения приема заявок на выплаты от международных организаций через социальную платформу ЕДОПОМОГА, что это значит, будет ли возобновлен прием новых заявок и продолжатся ли выплаты ООН и ЮНИСЕФ. В этом видео вы узнаете, какие международные организации прекратили прием заявок на выплаты и на помощь. Прекратились ли выплаты ООН и ЮНИСЕФ, а также норвежские выплаты так называемого НРСИ. Возобновлять ли возможность подачи новых заявок на выплаты от международных организаций через ЕДОПОМОГА и как подать заявку на выплаты уже сейчас. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. И с вами я, адвокат Вера Тарасенко. Какие международные организации прекратили прием заявок на выплаты и на помощь? Совсем недавно через социальную платформу ЕДОПОМОГА можно было подать онлайн, не выходя из дома, заявку на помощь от международных организаций, основными из которых были ООН, ЮНИСЕФ, Красный Крест, НРСИ. А сейчас подача новых заявок на помощь через ЕДОПОМОГА с 27 сентября 2022 года уже невозможна. Новые заявки не принимают. Посмотрим, что же пишет у нас ЕДОПОМОГА на своем сайте. Они пишут, что первый этап приема заявок на выплаты денежной помощи от международных организаций завершен. И что сейчас гражданами Украины подано более 10 миллионов заявок, в связи с чем временно приостанавливается сбор заявок на платформе для того, чтобы их обработать. И что, к сожалению, ресурсы международных организаций ограничены. Именно потому Минсоцполитики прилагают максимальные усилия, чтобы увеличить финансирование и привлечь новые международные организации для выплат пострадавшим от войны. И после подтверждения их финансовой готовности прием заявок будет возобновлен. На данный момент, так же, как мне известно, прекращен прием заявок на помощь ООН, как у ВКБ ООН, так и ВПП ООН на выплаты 2200 грн и 2220 грн. Также висит информация о прекращении выплат от ЮНИСЕФ на их сайте. Вот давайте посмотрим, что нам пишет ЮНИСЕФ. А ЮНИСЕФ нам пишет, что регистрация на выплату денежной помощи по программе совместно, напоминаю, это программа, которая очень хорошо помогала многодетным семьям, приостановлена еще с 14 августа этого года. Правда, они пишут, что уже предоставили помощь более 120 тысячам семей и вообще планируют дальше предоставлять помощь и еще ее предоставить 265 тысячам семей в рамках данной программы. ЮНИСЕФ нам пишет, что подано слишком много заявок, нужно время их обработать, и как только они будут обработаны, прием новых заявок возобновится. На страничке в Фейсбуке Норвежского совета по делам беженцев, так называемой компании НРСИ, уже давно нет информации о приеме заявок на выплаты, который осуществлялся через мессенджер WhatsApp. И если вы попробуете сейчас подать заявку через данный мессенджер на выплаты НРСИ, то по итогу получите сообщение о временной приостановке приема заявок на выплаты. Как видите, ситуация выглядит весьма грустно. Так ли это на самом деле? Или все же еще что-то можно получить от международных организаций? Об этом как раз и узнаете далее в данном видео. Прекратились ли выплаты ООН и ЮНИСЕФ, а также норвежские выплаты НРСИ? Итак, мы с вами выяснили, что прием новых заявок на выплаты прекращен. А что же делать тем, кто уже подал заявку? Будут ли выплаты или они тоже прекратились? Спешу всех обрадовать. На данный момент для тех, кто уже ранее успел подать заявку на выплаты от международных организаций, выплаты осуществляются. Естественно, для тех, кому их одобрили или одобрят международные фонды. Как вы помните, у каждого фонда есть свои правила и условия помощи, и свои приоритеты относительно категории лиц, кто имеет право на помощь. Если эту тему развивать, то есть множество видео на данном канале, которые вы можете посмотреть. Поэтому повторяться не буду. Кому интересно, тот найдет свою международную организацию, которая сможет ему оказать помощь. Для тех, кто уже подал заявку и выплаты утвердили, они будут. Те заявки, которые поданы, но в процессе обработки, будут обработаны. Их не удалят. Нельзя на данный момент только подавать новые. И, насколько мне известно, некоторым социально незащищенным категориям населения выплаты продолжили приходить и после 27 сентября 2022 года. Так что выплаты будут, их пока никто не отменял. Но только на основании уже поданных ранее заявок. По моим данным, чаще всего в последнее время люди получали помощь от Красного Креста ООН. Давно не слышала от помощи ЮНИСЕФ и НРСИ. Дорогие слушатели! А кому-то из вас в последнее время приходила помощь от международных организаций? От кого она приходила и в каком размере? Поделитесь информацией. Мне интересно, приходила ли в последнее время помощь от НРСИ. Возобновлять ли возможность подачи новых заявок на выплаты от международных организаций через ЕДОПОМОГА? Трудно сказать, это примерно как гадание на кофейной гуще. Судя по информации на сайте ЕДОПОМОГА, ничего конкретного не написано. Как я делаю вывод, если они найдут новые источники международного финансирования, то подача новых заявок будет возобновлена. А если не найдут, значит не будет. Информация на сайте ЮНИСЕФ звучит чуть более обнадеживающе. Они пишут, что по состоянию на 14 августа только наполовину выполнили свою запланированную программу помощи. И в целом еще планируют дальше оказывать подобную помощь. Так что надежда есть, но тоже весьма смутная. А вот Норвежский совет уже давно забыл даже обещание публиковать на своей странице о возобновлении выплат какую-то информацию. Красный Крест и ООН, насколько мне известно, продолжают выплаты по уже имеющимся у них заявкам. Оказывают гуманитарную помощь. Однако о приеме ими новых заявок я ничего не слышала, в том числе и через какие-то их центры. И последнее время он проводился в основном онлайн, через портал ЕДУПОМОГА. Соответственно, пока прекратился прием новых заявок через данный портал, прекратился он и у них. Дорогие слушатели! А кому-то из вас в последнее время удавалось подать заявку на помощь какой-нибудь международной организации? Поделитесь, в какую? Как подать заявку на выплаты уже сейчас? На данный момент, как я говорила ранее, ЕДУПОМОГА, ООН, ЮНИСЕФ, Норвежский Совет и многие другие организации прекратили прием новых заявок на выплаты. Соответственно, если вы ранее заявку на помощь не подавали, ее сейчас подать невозможно, вообще никак. Но опять же, остается помощь частных международных фондов, их поискать можно. При этом для тех, кто ранее уже успел подать заявку на помощь от международных организаций, все еще можно отследить ее статус. А для тех, кто сделал там ошибку, все еще остается возможность ее исправить. Чтобы проверить статус рассмотрения вашей заявки на помощь, поданной через портал ЕДУПОМОГА ранее, нужно нажать «Проверить статус заявки», ввести здесь все ваши данные и нажать «Проверить статус». О том, что означает какой статус рассмотрения вашей заявки и как в них разобраться, я рассказываю в другом своем видео на тему, что означают разные статусы заявок на выплаты на социальной платформе ЕДУПОМОГА по ссылке, которую вы найдете в описании. Для тех, кто при первичной подаче заявки допустил ошибку, есть возможность ее исправить. Для этого после проверки статуса заявки, вот как я показала ранее, нажмите «Отозвать заявку» и «Подать новую». Более подробно об этом я, рассказывая в своем другом видео на тему, как исправить ошибку в заявке ЕДУПОМОГА, как подать новую заявку на помощь, по ссылке, которую вы также найдете в описании. Но предупреждаю сразу, играться с этой функцией не стоит. Иногда, при таких хаотичных попытках исправить ошибку в заявке, программа выдает сбой и просто прекращает находить вашу заявку. И тогда, чтобы это исправить, вам уже придется напрямую обращаться в Минсоцполитики и заниматься с ними долгой перепиской и пояснениями. Контакты Минсоцполитики найдете в описании видео. Для тех, кто этим заниматься не хочет, советую исправлять ошибку в заявке, только если это реально необходимо. Просто переподача заявки вам ничем не поможет. И выплаты это не ускорит, а скорее наоборот, их замедлит или сделает невозможным. Дорогие подписчики! А кто-то из вас в последнее время пытался исправить ошибку в заявке на портале ЕДУПОМОГА? Получилось? Поделитесь опытом! Кстати, вот нашла информацию про лайфхак. Когда вы отзываете старую заявку и подаете новую, если новая при вашем номере телефона не проходит, можно попытаться указать другой номер мобильного телефона, который вы ранее не указывали. Иногда вот перед такой попыткой исправление ошибки проходит удачно. В этом видео я рассказала, что прекращение приема заявок на выплаты уже анонсировано на портале ЕДУПОМОГА. Я объяснила, что это значит, будет ли возобновлен прием новых заявок и продолжатся ли выплаты ООН и ЮНИСЕФ. О том, как проверять статус заявки и как исправлять в ней ошибки или технические неполадки, есть множество видео на данном канале, с которыми вы можете ознакомиться. Также есть множество видео и о том, кто и на какие выплаты имеет право. Если хотите всегда быть в курсе законодательных новшеств, а также регулярно получать дельные рекомендации для практического применения в вашей жизни, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, жмите колокольчик. Меня это будет мотивировать для выпуска новых интересных видео для вас. Также буду рада любым комментариям. По возможности отвечу всем. Если у вас есть вопросы, на которые вы бы хотели увидеть новый видеоматериал, пишите. Все пожелания будут учтены. И с вами была я, адвокат Вера Тарасенко.